Таврида Электрик, Орловский кабельный завод, ГМС, Левгидромаш, промприбор, Болховский завод полупроводниковых приборов. Эти предприятия в списке региональных лидеров промпроизводства. О предварительных итогах работы сферы в 2017 году шла речь на заседании правительства. Выросли объем отгруженной продукции в производстве электрооборудования, электронных оптических изделий, в металлургическом производстве. Полтора раза увеличил объем производства Мценский литейный завод, на 10,6 – Орловский столепрокатный завод, увеличилась средняя заработная плата на предприятиях промышленности, увеличились налоговые поступления, хорошие производственные показатели в Ливнах. Точки роста намечены. В этом году, по данным правительства, продолжится реализация инвестиционных проектов ГМС Левгидромаш, Кирома Марац, Мценского завода коммунального машиностроения. Стартуют и другие проекты. В настоящее время на производственной площадке заводов Кока-Кола компании International Vinyl Company Восток ведет строительство завода по производству ПВХ напольных покрытий, что позволит создать 200 новых рабочих мест. Имущественный комплекс молочного комбината Орловский выкуплен профильной компанией, которая также до конца 2018 года планирует запустить переработку молока по полному циклу, а также организовать производство сырных продуктов с планированной мощностью переработки, которая составит не менее 200 тонн молока в сутки, будет создано более 100 новых рабочих мест. Ко всем обращаюсь с замом. Не к нам с вами должны приезжать. Кто приедет, отлично, но то же самое, что и министерство. Мы с вами в первую очередь заинтересованы в создании рабочих мест на территории области, поэтому определяя, кто и что нас интересует, должны к ним ехать, создавать условия. Более того, я здесь поясню, мы на сегодняшний день дали поручение, готовим предложение по освобождению от налога на движимое имущество. В ближайшее время этот проект будет подготовлен, мы его вместе с депутатами обсудим по возможности реализации в регионе. Я думаю, что это будет достаточно хорошее подспорье в рамках той налоговой политики, которую мы должны создавать в области. Перечень проблемных предприятий, который год не покидает Дармаш. Ситуация с выплатой долгов по заработной плате прояснилась. В соответствии с планом, согласованным с Минпромторгом, задолженность по заработной плате ЗАО Дармаш должна быть погашена до 1 марта 2018 года. По состоянию на 1 января 2018 года, по данным статистики, задолженность по заработной плате у нас составила по ЗАО Дармаш 63 миллиона 38 тысяч рублей. Она снизилась по сравнению с данными Орел Стата, представлена на 1 декабря 2017 года, на полтора миллиона рублей, а за 4 месяца прошлого года снизилась более чем на 20 миллионов рублей. На заседании правительства Андрей Клычков дал ряд поручений. Они касались не только промышленной сферы. Главное с вами на сегодняшний день задача – выполнить все те обещания, которые мы даем и продавать. Поэтому и главы муниципальных образований по тем вопросам в рамках доведенных лимитов, которые мы обсуждали, представили жителям сейчас на обсуждение, эту работу нужно четко провести. У нас с вами есть два показателя. Первое – мы должны максимально открыто представить им наши возможности. И второе – обеспечить выполнять все эти обязательства, которые мы на сегодняшний день. Также на заседании правительства шла речь об итогах работы Союза Орловская торговая промышленная палата в 2017 году и планах на 2018 год. Подробности расскажем в следующих выпусках.